Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 13, стихи с 14 по 23. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь своим ученикам, когда увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи, взять что-нибудь из дома своего. И кто в поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим с отстами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Когда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы пролестить, если возможно, избранных. Вы же берегитесь. Вот Я наперед сказал вам все». В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы слышим пророчество Христа о разрушении Иерусалима и о конце мира. Осада Иерусалима была одной из самых ужасных во всей истории Древнего мира. Иерусалим действительно было трудно взять. Город стоял на горе, а его защитники были религиозными фанатиками. И потому римский полководец Тит решил взять его измором. Для обозначения будущего состояния Иерусалима Господь употребляет слова из книги пророка Даниила «Мерзость запустения». Это выражение из книги Ветхого Завета описывает состояние храма после событий 170 года до Рождества Христова. «Сирийский царь Антиох I, Епифан, решил искоренить иудаизм. Он захватил Иерусалим, осквернил храм, устроив там жертвенник Зевсу Олимпийскому, и приносил на нем в жертву свинину, а в помещениях храма устроил публичные дома». Господь предсказывает, что это повторится снова, и святое снова будет осквернено, как это уже было однажды. Как замечает Александр Павлович Лопухин, «Спаситель берет хорошо известное библейское изречение только в общем смысле», как оно понималось иудеями, «по которому языческая сила принесет опустошение, сделает город и храм пустыней». Христос предрек, что если бы дни осады не были сокращены, то не спаслась бы ни одна живая душа. Интересно отметить, что Господь дал практический совет, который не был принят, что еще больше усугубило размеры бедствия. Иисус советовал людям бежать в горы, когда наступит тот день, но не сделали все наоборот. Собрались со всей страны в город за стены Иерусалима, что усилило ужасы голода во время осады в сотни раз. По прочтении труда Иосифа Флавия, «Иудейская война» становится видно, насколько прав был Христос. Тогда голод стал распространяться и пожирал людей целыми семьями и домами. Верхние комнаты были переполнены женщиной и детьми, умиравшими от голода. Улицы были полны мертвых тел стариков. Иосиф Флавий сам пережил ужасы этой блокады и сообщает, что 97 тысяч человек было взято в плен и обращено в рабство, и умерли 1 миллион 100 тысяч человек. Подобные ужасы пережили и некоторые наши современники во время блокады Ленинграда, когда, по некоторым данным, погибло порядка полутора миллионов человек. Упокой их, Господи! Христос указывает на то, что если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Под избранными Спаситель подразумевает верующих в Него людей, доверяющих Богу. Мы должны помнить, что мудрость Христова нужна не только отдельным людям, но и целым народам. Если руководители нации и народов в своей деятельности не следуют учению Христа, то они могут привести людей лишь к гибели, не только духовной, но и физической. При этом будем помнить, дорогие братья и сестры, что молитвами избранных мир не только стоит, но и избавляется от войн и разрушений. Именно на нас лишь ответственность молиться за мир. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok